Ни пожарные, ни карета скорой помощи проехать так уже не смогут, волнуются жители. Весной этого года в их дворе уже горела машина. Теперь они переживают, не принесет ли это брошенная иномарка таких же проблем. Машина неизвестна какая, может и криминальная, может еще что-то. То есть вдруг ее также захотят поджечь, мы же не знаем откуда она взялась. Это все-таки опасность для нас. А тут машин у нас очень много во дворе, понимаете, с одной на другой перекинется и пожар неизбежен. Хотели бы даже отбуксировать куда-нибудь подальше, чтобы проезда не мешала. А милиция почему сама не угонит, интересно. Хотя бы на метр отодвинули бы, проблем бы было меньше. Спущенные колеса, сломанное боковое зеркало, отсутствие номеров и красные следы на кузове, которые говорят о том, что с машины снимали отпечатки пальцев. Все это вызывает у местных жителей подозрение в том, что машина находится в угоне. Житель дома Андрей Васюгин решил сегодня обратиться в полицию. Мы разговаривали с ГАИ, они данную машину эвакуировать отказываются. Там нарушений нет. Туда экипаж ГИБДД подъезжал, замеры сделали, согласно правилам стоит. Ну вы хозяина нашли, да они? Да, 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 нашли. И что теперь делать как? В понедельник он ее заберет. А почему не сейчас? Потому что у нее на штрафстоянке ключи находятся от машины. Жители и сами были бы рады убрать автомобиль с проезжей части, чтобы он не мешал проезду. Но, как им сегодня сообщили в отделе полиции, малейшее передвижение будет считаться за попытку угона. В отделении ГИБДД Кировского района нам сообщили, что о случившемся они не знали. Сейчас они занимаются поиском хозяина, чтобы тот лично убрал автомобиль с проезжей части.